Полоск продолжает готовиться к 500-летию белорусского книгопечатания. Ну а сегодня в древнем городе собрались ученые из восьми стран. На берковских чтениях говорили о книжной культуре, ну и, конечно, о франциске Скорине, известном во всем мире. Анастасия Буд продолжит. Любимому делу москвич Константин Иерусалимский посвятил годы и даже десятилетия. Он собирает историю по крупицам в библиотеках, архивах и музейных фондах по всему миру. Но к Беларуси отношение особое. Я вот как историк, специалист по раннему и новому времени, без белорусских источников просто не могу жить. Я должен регулярно бывать в Гродно, Минск, Полоцк. Да, много мест, которые так или иначе соединяют наши культуры. Многое для себя Илья Лемешкин, доктор исторических наук, почерпнул из жизни книг именитого первопечатника Франциска Скорины. Тем более, что первые издания были напечатаны в Праге. Конечно же, он известен как основоположник книгопечатания на территории Великого княжества Литовского. Но я думаю, что среднеарифметический чех ценит и любит Франциска Скорину по другой причине. Потому что он является основоположником Королевского сада Пражского Кремля. Памятники Франциску Скорине есть в Беларуси, России, Литве и Чехии. В честь первопечатника названы наши почетные награды, медаль и орден. А его имя носят музеи, учебные заведения и улицы во многих городах. Изображение Франциска Скорины, пожалуй, самое узнаваемое в Беларуси и далеко за ее пределами. Сегодня его печатают на открытках, календарях, в учебниках. А впервые появилось изображение в Скориновской Библии. Это было очень смелым решением опубликовать собственный портрет в религиозной книге. 500-летие белорусского книгопечатания уже отмечают берковскими чтениями. Международный форум собрал представителей научных кругов из восьми стран. А день письменности в конце сентября пройдет в Полоцке. Почему мы переместились в Полоцк? Это не просто перемещение у просторы. Это перемещение в появной часе и у часе. Это свое родное перемещение так само и на появных переживаниях. Потому что, когда мы приезжаем на родимую Франциску Скорины, у Полоцк, мы, конечно, иначе глядим на те проблемы, какие в Меркове. И сегодня здесь представили уникальную в своем роде выставку русской библии Франциска Скорины 500. Передвижная экспозиция от библиотеки в Рублевских Литовской Академии Наук. Материал собирали почти в 40 музеях, библиотеках и архивах Европы. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область.